Дмитрий Хихидок. Волшебник. В магазин я зашёл поздно, после работы. Оставшись один в офисе, не заметил, как на улице стемнело. Выйдя на воздух, я поёжился от холода. К ночи ударил морозец, а я был одет не по погоде. Очень хотелось поесть что-нибудь горяченького и завалиться спать, поэтому в магазине я решил купить доширак, чтобы не терять времени на готовку и булок к чаю. Магазин был почти безлюдным, и я сразу заметил его. Напротив отдела с хлебом стоял странный тип. В тренировочных штанах, вытянутых в коленках, тапочках на боссу ногу. Мужчина пританцовывал перед витриной с булочками и тихо что-то мурлыкал себе под нос. Под расстёгнутым Насте шпальто виднелась грязная майка. Таких людей часто можно было видеть летом на улице. Они ходили в зимних шапках, несмотря на жару, и разговаривали сами с собой. Тихие безобидные сумасшедшие, волей случаи, оставшиеся без родных и доживающие свою жизнь в одиночестве. Я осторожно приблизился к нему и стал разглядывать булки. Круассанчики. Круассанчики. Тихо промурлыкал сумасшедший, продолжая танцевать, без малейшего желания отойти в сторону. Я вздохнул. Булочек хотелось, но не хотелось вообще иметь дел с этим типом. Решив сперва взять лапши, я ушёл к другой витрине, выбирая что лучше – Доширак или Ролтон. Так и не определившись с выбором, я взял пачку того и другого, как вдруг услышал громкие голоса. Выглянув из-за витрины, я увидел, как два поддатых мужика стоят около дурачка и что-то с него требуют. «Деньги давай, придурок!» – мужчина с пропитым лицом толкнул сумасшедшего в грудь. «Круассанчик!» – дурачок протянул руку, в которой лежала булочка. «Круассанчик!» – пошёл в жопу со своими булками! Второй мужик взмахнул рукой, покрытый татуировками, и ударил сумасшедшего по голове. Зимняя шапка слетела с его головы, обнажая лохматую, давно не мытую голову. Несмотря на удар, мужчина продолжал протягивать им руку с булочкой. «Круассанчик!» – его доверчивые глаза ещё больше разозлили пьяных. Один из них прижал дурачка к витрине, а второй начал шарить по карманам. «Эй!» – крикнул я им. «Отстаньте от него! Сейчас охрану позову!» – татуированный обернулся и огрызнулся. «Иди куда шёл, паря! Мы тут без тебя разберёмся!» – дурачок посмотрел на меня и улыбнулся. «Круассанчики!» – произнёс он, протягивая мне руку. «Круассанчики!» Я обернулся по сторонам. Охраны нигде не было, а кассирша, отвернув голову, делала вид, что это её не касается. Я достал телефон. «Звоню в полицию!» – пригрозил я. «Проваливайте из магазина!» «Ты ещё пожалеешь!» Первый мужик опустил сумасшедшего и дёрнул татуированного за руку. «Уходим!» Второй презрительно сплюнул под ноги. «Ты за кого подписался, идиот?» «За этого дебила?» Недобро глянув на меня, парочка прошла мимо, направившись сразу к выходу. «Круассанчики!» – услышал я голос за спиной. Дурачок, повернувшись лицом к витрине, снова начал пританцовывать. «Круассанчики! Круассанчики!» Его тихий мурлыкающий голос начал очаровывать меня. «Круассанчики!» – тихо подпел я ему и чертыхнулся. Подняв шапку, я протянул её сумасшедшему. «Чувак, иди домой!» – сказал я ему. «От греха подальше! Завтра днём приходи и потанцуешь тут!» «Круассанчик!» – дурачок повернул ко мне лицо и протянул руку. «Круассанчик!» «Нет, спасибо!» – я нахлобучил ему шапку на голову. «Сам возьму!» Набрав булок в пакет, я оставил танцующего мужика за спиной и направился к кассе. Пробив товар, я вышел на улицу и достал пачку сигарет. До дома было идти минут пять. Как раз успею докурить. «Круассанчик!» – я вздрогнул, услышав снова знакомый голос за спиной. Дурачок протягивал мне руку с булочкой. «Круассанчик!» Интонации в голосе поменялись на просящие. «Круассанчик!» – я вздохнул. «У тебя же денег в обрез! Съешь сам!» Дурачок продолжал протягивать руку и жалобно смотреть на меня. «Круассанчик!» – он нетерпеливо рукой. «Круассанчик!» «Черт с тобой, возьму!» Я взял булочку и сунул в карман. Успокоился. Лицо сумасшедшего просветлело. «Круассанчики! Круассанчики!» Довольно промурлыкал он и стал пританцовывать. «Все, я пошел! Спасибо за булку!» Я развернулся и пошел к дому. «Круассанчики!» Назойливый голос догнал меня уже через десять метров. Я раздраженно обернулся. «Круассанчики!» Он протягивал мне руку с булочкой. «Да чтоб тебя, ты две купил!» Я взял вторую булку. «Доволен? Я могу идти!» Лицо дурачка заулыбалось. «Круассанчик!» В его протянутой руке снова была булочка. Я моргнул и мотнул головой. Я же только что ее взял. Сунул руку в карман и нащупал две булки. «Как ты это делаешь?» Я медленно взял булку из его руки и понюхал. Булка была настоящая. «Сделай это еще раз!» Я убрал круассан в карман, наблюдая за его руками. «Круассанчик!» Гыкнул дурачок, разжимая кулак. Маленькая булочка снова лежала в его руке. «Ты что, фокусник?» Я вытащил из кармана остальные три булки. «Это какой-то розыгрыш!» «Круассанчики! Круассанчики!» Дурачок заулыбался и стал пританцовывать передо мной. Потом снова протянул руку с новой булкой. «Штуп тебя!» Я ошарашенно переводил глаза с танцующего идиота на новую булку в руках. Сигарета во рту давно потухла и меня осенила идея. «А сигарету можешь продублировать?» Я протянул ему бычок. «Сделаешь?» «Круассанчик!» произнес дурачок, протягивая мне новую булку. «Нет, сигарета!» Я вытащил пачку. «Сигарета! Сигарета!» Пропел я, пританцовывая на месте. «Круассанчики! Круассанчики!» Гыкнул идиот и стал танцевать вместе со мной. «Нет, это так не работает!» Вздохнул я. «Ладно, удачи тебе!» А я пошел домой. Неожиданно от деревьев отделились две тени. «Я же говорил, ты об этом пожалеешь!» В зверином оскале татуированного блеснула золотая фикса. «Гони бабки, гаденыш! Или мы замочим твоего дружка-дебила!» Первый мужик длинной тенью появился за спиной дурачка. В ночном свете луны сверкнула острая сталь. «Круассанчик!» Дурачок радостно скалясь, протянул руку с булкой татуированному. «Круассанчик!» «У него есть деньги!» Раскупил булки. «Обыщи его!» Приказал он худому, как жертв напарнику. «Не трогайте его!» Я зашарил по карманам. Из налички только это. Я протянул несколько мятых сторублевок. Остальное на карте. Можем сходить, я сниму. «За дураков держишь? Там камеры!» Ощерился татуированный, выхватывая деньги у меня из рук. «Длинный ты как? Нашел чего-нибудь?» «У нас проблемы!» Мужик с пропитым лицом отпустил сумасшедшего, и тот медленно стал оседать на землю. Из раны на шее забила кровь, пачкая пальто. «Я не знаю, как это получилось. Он сам дернулся, я не хотел!» «Идиот!» Прорычал татуированный. «Быстро уходим!» Две фигуры, словно тени, скрылись между гаражей. Я бросился к дурачку. Он лежал на спине, раскинув руки и таращился в небо. На побледневшем лице светились огромные глаза. Только сейчас я заметил, какого удивительно голубого цвета они были у него. «Чувак, не умирай! Я сейчас вызову скорую!» Одной рукой я пытался набрать номер на телефоне, а второй закрыть рану на шее, из которой продолжала выплескиваться кровь. Дурачок посмотрел на меня и улыбнулся. «Круассанчик!» – произнес он, протягивая мне руку. «Круассанчик!» – умоляющий попросил он. «Да, да, круассанчик!» Я забрал булку из его ладони и прижал руку к себе. «Ты же волшебник! Вылечи себя сам, прошу тебя!» «Круассанчик!» – виновато прошептал он, и его огромные синие глаза стали закрываться. «Круассанчик!» – ладонь его разжалась. Она была пустой. «Круассанчик, не смей умирать! Ты не понимаешь, кто ты такой и что умеешь!» Я попытался найти пульс на руке. Вокруг меня стала собираться толпа. Кто-то уже вызвал полицию, кто-то скорую. Я медленно встал и отошел в сторону. Никто из этих людей не понимал, что я встретил настоящего волшебника. Доброго, наивного, неприспособленного жить в этом мире. Чудак, который мог изменить мир, но не стал этого делать, потому что не понимал, как. Если бы у меня был этот дар, я бы смог это сделать. «Круассанчик!» – прошептал я и вдруг почувствовал жжение в руке. Открыв ладонь, я с удивлением обнаружил в ней теплую булочку. «Чтоб тебя!» Я не верил своим глазам. «Круассанчик!» – повторил я и снова почувствовал жжение в руке. Аппетитная булочка опять лежала в моей ладони. Сумасшедший каким-то образом передал мне свой дар. «С вами все хорошо?» – участливо спросила подошедшая ко мне женщина. «Вы какой-то бледный…» «Круассанчик?» – протянул я ей руку, и она отшатнулась, увидев булочку, испачканную кровью. «Это он его убил!» Откуда ни возьмись, появился татуированный мужик. Пальцем показывая на меня, он приговаривал. «Посмотрите на его руки!» «Разберемся!» Двое полицейских, уже приехавших на вызов, подошли ко мне и заломили руки. «Пройдемте, гражданин!» Я неожиданно захохотал. «Нет, я не буду никому рассказывать о случившемся. Мир еще не готов к чуду!» «Круассанчики! Круассанчики!» – промурлыкал я и попытался затанцевать. «Да он сумасшедший!» – произнес один из полицейских. «Осень наступила, обострение у психов!» Вот и повылазили на улицу. Получив дубинкой по спине, я успокоился и закрыл глаза. Теперь это моя тайна. И я никому о ней не скажу. Потому что волшебство любит тишину.